Тим Фортресс 2 Тим Фортресс 2 Алоха, братья мои геймеры! С вами снова Фак и я, Андрей Воробей. Фак — это компас в мире компьютерных игр. Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению. Итак, переходим к делу. Сериал Total War с момента своего появления пользовался заслуженным успехом. И студия Creative Assembly, в отличие от своих менее трудолюбивых коллег, никогда не останавливалась в развитии, привнося в каждую новую серию что-то новое. Казалось бы, после выхода Mad Evil War 2 вершина совершенства достигнута. Но не тут-то было. Дополнение Kingdoms, о котором мы сейчас расскажем, значительно переросло оригинал и подняло планку современных исторических стратегий на недосягаемый для конкурентов уровень. Kingdom держится в первую очередь на тысячах новых мелочей и нюансов. Для начала тут четыре новых компании. Предлагается принять участие в кровопролитной битве за британские острова, вступить в борьбу за святую землю, сыграть роль в тевтонских завоеваниях и, наконец, отправиться в новый свет разгонять индейцев. Все компании сделаны, как принято у Creative Assembly, с маниакальным вниманием к историческим деталям. При таком богатстве выбора любой найдет себе занятие по вкусу. Кому-то захочется возродить былую славу и могущество Египта, от которой нынче остались лишь две с половиной пирамиды. Совсем уж веселые граждане порадуются возможности нацепить клетчатую юбку и злорадно показать всем жителям Альбиона ее в стопорщиной внутренности. Системные требования игры таковы. Pentium 4, 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативки, 256 МБ видео и 9 ГБ на винчестере. Геймплей игры зависит главным образом от выбранной кампании и меняется иной раз кардинально. Например, в битве за Британию дебютировали новые стороны конфликта – Уэльс и Альянс Баронов. В партии за тефтонцев интереснее всего играть «Не поверите, за тефтонцев». Могучий рыцарский орден делает ставку исключительно на сильное войско, предпочитая возводить мощные замки. А вот обычные поселения тефтонцы могут развивать всего лишь до второго уровня. Самой оригинальной получилась американская кампания. События разворачиваются в 1521 году, когда Испания отправилась за богатствами нового света. Если вы примете сторону индейцев, готовьтесь строить ритуальные костры, приносить кровавые человеческие жертвы богам и руководить многотысячной армией. Наша цеха геймплея – 5 баллов. Чисто технически, дополнение работает на графическом движке оригинала. Но, учитывая, сколько изменений и тонких настроек с ним было приведено, перед нами, по сути, новая картинка. Серия Total War всегда славилась тем, что некоторые бои игроки проигрывали исключительно из-за того, что вместо управления армией наслаждались красотами ландшафта и масштабностью всего происходящего. Наша оценка графического оформления – 5 баллов! Звучит Kingdoms очень атмосферно. Такую какофонию звуков на поле боя, как здесь, вы не услышите ни в одной игре. Саундтрек игры именно такой, каким должен быть. А финальная композиция в титрах так и вообще достойна места в домашней коллекции музыки. В общем, 5 баллов за звук. Без вариантов. По сути, перед нами не одно дополнение, а целых 4. Для каждой из компаний была нарисована новая глобальная карта. Отсняты потрясающие воображение сюжетные ролики, написанные уникальной музыкальной композицией. Наша общая оценка Kingdoms – 5 баллов. Секрет успеха аддона в безумном количестве исторических мелочей и уникальных особенностей каждой фракции, благодаря чему каждая из 4 компаний обретает свою индивидуальность. Прибавьте к этому десяток новых роликов, пару часов свежей музыки, до блеска отточенный баланс, и вы получите идеальное дополнение к лучшей исторической стратегии на сегодняшний день. Естественно, до выхода 5 серии Empire Total War. А сейчас наши ответы на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. В трейлерах я видел, как христианские войска использовали некое подобие огнеметчиков на манер средних веков. Где их искать в игре? Отвечаем. Вообще, в компании крестовых походов религия имеет первостепенное значение. И любой найм юнитов происходит с оглядкой на вероисповедание той или иной провинции. И многие уникальные юниты, к которым относятся упомянутые протогнеметчики, доступны для найма только в культурных центрах цивилизации. Ищите умельцев владения греческим огнем в Константинополе. Следующий вопрос. Реально ли выиграть кампанию за Девтонский орден, основываясь на дипломатии? Отвечаем. Специфика дополнения такова, что дипломатическая и политическая составляющие не играют тут ключевых ролей. Основные вопросы решаются на поле битвы. А Девтонцы так и вообще самые суровые ребята в этом плане. Они игнорируют даже знаки внимания принцесс из других фракций, полагаясь исключительно на силу оружия и веры. Так что, хорошо это или плохо, дипломаты из них никудышные. Gears of War Знаменитый хоррор-экшен от третьего лица, принесший славу и неплохие продажи консоли Xbox 360. Главный герой, бывший заключенный Маркус Феникс, мобилизуется коалицией правительств на глобальную войну оставшегося в живых населения планеты Сера против пришельцев. Последние, получившие кодовое прозвище Саранча, уже уничтожили большинство жителей. В нашем распоряжении огромный арсенал вооружения и управляемой техники. Одна из главных особенностей PC-версии игры – полностью интерактивное окружение, искусственный интеллект, который подстраивается под действием игрока и физика AGR. Наконец-то игра официально выходит на персоналках сразу и под Windows Vista, и под XP с кучей дополнительных материалов, расширенным сюжетом и всеми теми идеями, которые Epic Games со слезами вырезали из финальной 360-й версии. По мнению большого количества геймеров, Gears of War – лучший шутер 2006 года. Тот самый Gears of War, о котором последние года полтора было столько разговоров. У Gears of War весьма примечательная судьба. Изначально игра планировалась как лаунж-тайтл для PlayStation 3, но Microsoft, испытывавшая острую нехватку Xbox 360 эксклюзивов, попросту перекупила ее. Осенью 2006 года запускалась PlayStation 3, поэтому Microsoft кровь из носу нужен был блокбастер, способный отвлечь людей от приставки Sony. Рекомендуемые системные требования. Процессор Core 2 Duo, 2 гигабайта оперативной памяти и 512 мегабайт видео, а также 8 гигабайт места на жестком диске. Что же такого особенного в этой игре? Если коротко, то это просто очень и очень качественный экшен. Из современных игр ее можно сравнить с недавней Clive Barker's Jericho. Одно из отличий в том, что концепция игры полностью построена на укрытиях. И, что самое главное, управление очень удобное. Наша оценка геймплея 5 баллов. Графика в игре вполне современная. Конечно, до уровня кризиса не дотягивает, но играть действительно приятно. Опять же, картинку можно сравнить с Jericho. Правда, дизайн уровней оставляет желать лучшего. Декорации вроде бы меняются, но ощущение такое, что ты всю игру бегаешь по одним и тем же местам. Виной тому одинаковые серые текстуры, которыми в Gears of War покрыто абсолютно все. При этом наша оценка внешних данных также 5 баллов. Что же касается звукового сопровождения. Тут все сделано без каких-либо нареканий. Красивейшие звуковые эффекты. Всякие взрывы, выстрелы, крики, шумы. Все это выполнено на достойном уровне. И можно смело ставить твердые 5 баллов. Самое главное это то, что Gears of War все-таки не живой экшен, как тот же Half-Life. А синтетический блокбастер вроде Fear. В душу не западает. Но о потраченном времени жалеть не будете. Наша общая оценка игры 5 баллов. Больше всего расстраивает то, как тут обошлись с сюжетом. Сценарий для игры писал Эрик Найлд, автор книги Похала. И Сьюзен О'Коннор, сценаристка Act of War. Direct Action и Dungeon Siege 2. Но куда делись их труды решительно непонятно. Потому что очень многое не объясняется. Если интересно, считают разработчики, читайте мануал или ищите информацию в интернете. Между тем без нее непонятно не только подоплека всего конфликта в целом. Но и даже эпизодические моменты. В общем, если есть какие-то вопросы, обязательно смотрите наши ответы на них. Первый вопрос. Игра не сохраняет прогресс. Что делать? Отвечаем. Для начала надо создать профиль. Для этого надо зайти в главное меню, нажмите F1 и сохраните профиль. При этом игра требует активного подключения к интернету. Следующий вопрос. Когда начинается игра, главный герой начинает крутиться в разные стороны с дикой силой. Что делать? Отвечаем. Отключи все рули, геймпады, джойстики и прочую периферию. Следующий вопрос. А где находится папка с сейвами к игре? Отвечаем. Она находится в папке «Мои документы» в папке игры. Но проблема в том, что эта папка будет пуста, а сохранение вшито в службу Windows Live. Смотрите во второй части программы. Pro Evolution Soccer 2008. Самый главный недостаток игры — отсутствие лицензии на многие известные клубы. Team Fortress 2. Былые заслуги этой серии мало уже кто помнит. Сегодняшняя Team Fortress 2 — это зверь уже совсем другой породы. Смотрите во второй части программы. Team Fortress 2. Былые заслуги этой серии мало уже кто помнит. Сегодняшняя Team Fortress 2 — это зверь уже совсем другой породы. Pro Evolution Soccer 2008. Самый главный недостаток игры — отсутствие лицензии на многие известные клубы. В предыдущих выпусках мы уже рассказывали о двух играх из сборника The Orange Box. Настало время и для обзора третьей игры, отвечающей в этом трио за мультиплеерные забавы. Речь идет о Team Fortress 2. История этой игры уходит в далекое компьютерное прошлое. Находясь тогда еще под крылом ID Software, дополнение Quake Team Fortress являлось своего рода иконой для сетевой общественности. С тех пор арена мультиплеерных шутеров сильно изменилась. Балом правят всевозможные бэтлфилды и их клоны. Посмотрим, выживет ли в этом суровом мире Team Fortress 2. Team Fortress 2 оказалась, пожалуй, самым непонятным на вкус апельсином из Orange Box от Valve. Сегодня былые заслуги этой серии мало уже кто помнит. Роман авторов ID Software закончился очень быстро. Авторы переметнулись на сторону Valve, издали Team Fortress Classic, анонсировали Team Fortress 2. Пропали на долгие-предолгие годы. Сегодняшняя Team Fortress 2 зверь уже совсем другой породой. Она не нацелена на игроков-активистов, ждущих злобного рубилова с непохожими, но отлично сбалансированными сторонами, мощным командным взаимодействием, множеством классов и какой-нибудь спецфишкой в придачу. Системные требования игры таковы. Pentium 4 1.7 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 7,5 ГБ на жестком диске. Требования к скорости сети составляют минимум 128 км в секунду. Противоборствующих сторон всего две. Синие и красные. Набор классов и возможностей абсолютно одинаков. Разведчик быстрее других захватывает контрольные точки, ракетчик таскает красавицу-базуку, огнеметчик жжет, но только на близком расстоянии. Гранатометчики швыряются гранатами, пулеметчики прекрасны в обороте. Инженеры строят разнообразные турели и медицинские станции. Кроме того, есть медики, снайперы и шпионы. Тем не менее, игра именно в силу самобытности и простоты способна увлечь вас на долгие и долгие вечера. Наша оценка геймплея 5 баллов. Завоевывать сердца фанатов разработчики решили в первую очередь стилизацией. Она здесь очень комичная. Эдакие хроники пушечного мяса. Персонажи настоящая карикатура. Громоздкие, угловатые, с забавными мордами. А какая у них анимация? Движения смешные, неуклюжие и очень естественные. Сражаются местные герои под стать своему внешнему виду. Наша оценка графического оформления 5 баллов. Со звуком у игры также полный порядок. Женский голос за кадром очень живо сопереживает происходящего на экране. Бойцы постоянно обмениваются репликами. Причем у каждого из классов есть свой собственный неповторимый стиль и достаточно специфические шуточки. Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов. Самый, кстати, шик в конце игры прорваться к клетке противника и по второму разу перебить всех тех лузеров, которые уже пали на поле брони. Пожалуй, только ради одного этого стоит посмотреть Team Fortress 2. Наша общая оценка игры 5 баллов. В рамках The Orange Box Team Fortress 2 выглядит очень даже здорово. Неплохое такое мультиплеерное приложение, веселое и азартное. Но как отдельная игра, она слишком уж скромна. Сегодня в почете проекты совсем другого масштаба. С десятками уровней, непохожими сторонами, морем техники и всякими новыми выдумками. Team Fortress 2 взамен всему этому предлагает лишь оригинальную стилизацию, да неплохой юмор. Не очень много на самом деле. А теперь настало время для разбора вопросов и нюансов этой игры. Первый вопрос. Я начал играть шпионом. Расскажите про особенности использования его умения невидимости. Рассказываем. Невидимость и камуфляж – основные, боевые, в кавычках, средства этого персонажа. Невидимого шпиона можно заметить, если только он упирается в стену или в другого игрока. Тогда он становится прозрачной фигурой. Если же шпион переоделся во вражеского персонажа, то вычислить его можно несколькими способами. Самое веселое из них – столкновение с двойником. Это почти всегда мгновенная смерть. Поэтому не рекомендуется переодеваться в снайпера, который в случае чего заметит своего клона за версту. Также смертельный для шпиона – шкура скаута. Враги его тут же вычислят по скорости перемещения. Еще одно ограничение невидимости – то, что шпион не может наносить удары, будучи невидимым. На снятие и на переодевание, само собой, требуется какое-то время. Следующий вопрос. Я слышал, что на многих северах больше всего фрагов у снайпера. Он действительно настолько брутален. Отвечаем. Team Fortress 2 – очень сбалансированная игра. Так что вопрос о брутальности того и иного класса зависит исключительно от ловкости рук того, кто им управляет. Снайпер – боец дальнего боя. Его легко заметить по лазерному прицелу, когда он находится в режиме зума. Так же, как и Кэмпер в любой игре. Снайпер часто ловится о том, что редко меняет свое место дислокации. Следующий вопрос. Я часто вижу, как Хэвик и Медик входят в паре. В чем прикол? Отвечаем. Прикол в том, что у Медика есть уникальная способность – некий Uber Charge. Когда он заряжается, он может заюзать ее на Хэвика или любого другого союзника. Таким образом, на короткое время оба из них становятся неуязвимыми. И поверьте, Хэвик со 150 хелсами и верным Медиком за спиной – это страшная сила. В спорте вполне типичная ситуация, когда известный игрок, долго значившийся в числе лучших, внезапно сдает позиции, превращаясь в типичного середнячка. Случается это зачастую из-за потери интереса к соревнованиям. Пыл-то за долгие годы постепенно исчезает. Если провести параллели с жанром футбольных симуляторов, можно обнаружить похожую картину. И спорт с порядком подустали, о чем нетрудно догадаться по свежим версиям FIFA. А вот у трудолюбивых пчелок из Канами словно открылось второе дыхание. Pro Evolution Soccer 2008 легко обошел основного конкурента FIFA 08. И даже переманил какой-то процент его поклонников на свою сторону. Pro Evolution Soccer интересен в первую очередь тем, что на данный момент это, пожалуй, единственный в мире чистокровный футбольный симулятор. Сериал FIFA всегда тяготел к аркадности. После месяца тренировок игрок мог вполне регулярно побеждать на самом высоком уровне сложности. Pro Evolution Soccer в первую очередь не лег к восвоению. И сразу отсеивает тех, кто рассчитывает заколачивать по пять голов за матч. Обычно такие хитрецы под оглушительный свист болельщиков из раза в раз терпят поражение от аутсайдеров и вскоре прекращают либо лениться, либо играть. Pro Evolution Soccer 2008 ничуть не отступил от обозначенной выше традиции, но стал чуть проще в освоении. Теперь спортсмены бьют немного точнее, реже отправляют мяч в молоко и вообще заметно лучше с ним обращаются. Для ветеранов существует топовый уровень сложности, где нельзя допускать ни малейших ошибок. А всем остальным такие изменения будут только в радость. Системные требования к игре таковы. Процессор с частотой 2,4 ГГц, гигабайт оперативный и 256 мегабайт видеопамяти. На жестком диске Pro Evolution Soccer 2008 займет 4,5 ГБ. Геймплей про Evolution Soccer прежде всего замечателен тем, что здесь совсем нет позиций, при ударе с которых вас ждет неминуемый успех. Один и тот же виртуоз с одной и той же точки может как забить гол, так и вообще не попасть по воротам. Когда футболист получает передачу, мяч отлетает то на метр, то на два, так что решение нужно принимать молниеносно. Пятерка за геймплей. Графическая революция, которой так долго жаждали массы, наконец-то состоялась. Pro Evolution Soccer 2008 сделан на современном движке. Физиономия спортсменов не обезображена нехваткой полигонов. На них можно разглядеть вполне натуральную мимику. Можно посетовать только на куце максимальное разрешение 1024 на 768. И неудачные погодные эффекты. При осадках трава неестественно блеклая. 4 балла за внешний вид. С музыкой ситуация довольно плачевная. Всего несколько песен из саундтрека можно назвать сносными. Остальные же потихоньку превращают мозг в желе. А вот комментаторы попались опытные. Четверка за звук. Справедливости ради отметим, что недостатки тоже есть. Самый главный – отсутствие лицензии на многие известные клубы. Pro Evolution Soccer 2008 всего 6 невымышленных лиг и ничтожно мало команд. Четверку получает сегодня Pro Evolution Soccer 2008. Pro Evolution Soccer 2008 – филигранная работа мастеров из Konami. Наконец-таки решивших позаботиться не только о ветеранах, но и о простых игроках. Попытка сблизиться с массами безусловно удалась. Многие поклонники FIFA, огорченные последней версией игры, теперь восхищаются японским футбольным алмазом. Он действительно блистает всеми гранями, а пара царапин тому не помеха. Прямо сейчас ваши вопросы, наши ответы по игре Pro Evolution Soccer 2008. Вопрос. Есть ли у игроков показатель энергии и насколько сильно усталость влияет на их поведение на поле? Ответ. Да, теперь даже самый крутой игрок не сможет приносить пользу команде при падении энергии ниже половины. Что, кстати, увеличивает важность и тактическую значимость взамен. Вопрос. Почему, когда я хочу передать пас нападающему, который бежит рядом, пас все время уходит к тому, кто находится дальше и закрыт защитником, в результате чего атака идет коту под хвост? Ответ. Если зажимать стрелку в том направлении, куда катится мяч, то игрок может его пропустить и оставить набегающему. А если зажать кнопку паса, то он получается длинным. На сегодня это все. Меня зовут Андрей Воробей, это был Фак. И тот, кто нас не смотрит, тот нехороший человек. Заходите в форум на сайте musdefistv.ru. Меня можно найти и там. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdefistv.ru. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Счастливо! Счастливо!